Анна Сергеевна позволит чуть-чуть загаребнуть в это отношение. Вот смотрите, Анна Сергеевна заключилась на литературных образах, и мы с вами не очень добрались до 19-го века, где расцветит то, что еще в 20-м, о чем я скажу. Патрустороннее, оно как бы истончается, все более лишая своей предметной выраженности. В чем это проявляется? Видимо, по английскому замку лучше всего ходить. Вот мы идем, скрипнула половица. Вот мы идем, вдруг ручка повернулась. Зашли туда, шторка колыхнулась. Кто-то есть. Кто-то, а может быть, что-то. И вот представить себе, что оттуда некто или нечто... Это уже, как бы сказать, или вообще не потустороннее. Жаль, что у себя света, понимаете? Ну, лучше, конечно, его вообще. Я вам показал. Да. Представить, что вот это некто, да, это значит не то, чтобы снять тему потустороннего, она, вот мертвяка тоже можно видеть, она ослабляется, понимаете? Она вот через предметную выраженность потустороннее что-то теряет. Что за этим стоит? Как я себе представляю, понимаете? «Потустороннее веет ветерком, а потом может быть уникальным ужасом». И вот надвигающаяся потустороннее – это надвигающаяся смерть души. Понимаете? Если бы это было смертью тела, если бы этот бушуков в тебя впился и отпустил у тебя кусок мяса, так это бы еще самое страшное. Потому что это соприказание с телом, это мучение. А вот ужас последнего потустороннего – то, что оно не мучительно. Потому что мучение, если оно не чрезмерно уж совсем, оно позволяет твоей душе собраться и, ну скажем, выдержать боль откушенного. А потустороннее, входя в тебя, оно разрывает твою душу. Стоит потостороннее, это... Аааааа… Это рассыпается пылью грани души. И вот это и есть последний ужин. Потому что в тебя что-то вошло, но так ты и не увидел что. Ты ни с кем не встретился, ни ощутил, ничего быто ни было присутствия. и вот и вот и так далее заканчивая да и тогда мы говорим все-таки они что это это не смех это не что мне кажется да понимаете да две вещи надо обозначить первое то что ужас еще от того что ты сам станешь лампиром да ты же это знаешь вот авто на второе это еще потусторонние еще не не это чистоте принципа это она еще обременено до телесностью друтальность туда это еще смягченный вариант так скажем а вот а вот этот последний неведомо кто-то именно а когда происходит твоя душа . когда сделать здесь . ну а если думать о вампире на что бы я взял внимание вот помимо того что не только в том что он вот у меня отсюда тут лишить меня известного иду на объемах крови а в том что вампир то мертвый да вот и и кровь ему нужна для того чтобы если я скажу ожить да чтобы чтобы оставаясь мертвым таким образом жить вот эта жизнь в смерти да вот вот ужас вампира а не в том что он пьет кровь понимаете да что это все равно это нежить это его мертвый да и чтобы мертвый и действовал ему нужна кровь он никогда не живет я просто есть ряд как бы древний да а вторичный есть ряд литературы когда там просвещение а есть ряд генетографический или генетографическому ряду очень сильная сосредоточенность на том моменте когда он открывается зубами в тело особенности жанра и особенность того что это уже двадцатый год наверное опять как бы идет по всей трубе вот сюда в грунтаже может нет а мне кажется две тенденции а вот эти сейчас же сейчас все эти ужастики они решены шторах на на ручках да на на том что повеяло чем-то этот фильмы сейчас вся за камера великолепно все это может передавать да и я как раз думаю что это просто две линии линия вам ну условно да и линии вот этих вот занавесок его попросили однажды кто из присутствующих за столом умрет первым умрет голосом завтра в 4 часа проверили и голосом не подвел а часы восстановились на четырех а в 1762 году когда умер первый третий в этот день сведенборг козелёк только что убили русского императора нет здесь не ужаса сведенборг выходимец как его называли одновременно он советник короля швеции по инженерным вопросам видным учёный член российской академии наук в том числе вот и в то же время вот такая застольная беседа а все такие факты которые имели место быть это действительно собрание людей аристократического именно высокого плана плана это не низовая культура и все это происходит в их таком непосредственном рациональном общении над этими вещами порой подсмеивались хотя он совершенно точно творим невозможно и он как бы немножко обижался и говорила да вас это неизвестность а мне давно слышать видеть потустороннюю жизнь словно бы наяву и уразуметь однажды он вдруг осознал что не дышит вместо меня во мне дышал кто-то другой который все повторял древнее слово арав означающее область между землей и небом но что здесь интересно кроме описание этих событий что интересна еще реакция на эту историю или эти истории Эммануэла Канта когда Жозефина Кноблах написала ему письмо очень живо интересуюсь как же настоящий философ может реагировать на подобные истории что 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 делает Кант вот отвечаю здесь интересен сам текст не знаю замечал ли кто-нибудь в моем характере склонность к вере в чудеса или легковерие ну действительно наверняка не замечал несомненно в всяком случае что вопреки всем рассказам о видениях и действиях духа из которых множество наиболее вероятных неизвестных я всегда старался следовать прежде всего показаниям здравого смысла склоняясь в сторону отрицания не потому что воображая будто мне ясна невозможность всего этого а потому что все эти рассказы недостаточно доказаны впрочем что касается непостижимости и бесполезности такого явления то здесь только трудности с другой стороны так легко обнаружить обман и поддаться обман что я вообще не склонный выдумывать себе хлопоты нашел излишне проводить тоскливые часы на кладбищах или во браке но вот в каком душевном состоянии я обретался до тех пор пока не познакомился с историей господина Сверденборга и вот когда приятель пишущий мне об этом здесь ряд историй проверил все не только в Стокгольме но месяца два тому назад в Гетеборге где он хорошо знаком с лучшими семьями мог получить исчерпывающие сведения где живет еще большинство очевидцев происшествия 1956 года имеется ввиду пожары в Гетеборге одновременно он сообщил мне о способе как господин Сверденборг по его собственным словам общается с духом я также предложил его идеи о состоянии дух умерших получился портрет поистине резкостный но у меня нет времени писать его вам как бы я желал лично расспросить этого странного человека мог приятель мой приятель не настолько за полцового метода чтобы вывели то что могло бы пролить на все это больше света с нетерпением жду книгу с нетерпением жду книгу которая Сверденборг намерена из-за Лондона приняты все веры к тому чтобы я получил ее только она появится в печати вот этот как сказать Кант который вымерял каждое слово на которое действительно не существовало никакой мистики ничего а вот это здесь с нетерпением ждет книгу в которых Сверденборг о чем-то ему поверил вот на что здесь можно обратить внимание и что указывает на потусторонних или на отношение Канта как христианина христианина не христианина не христианина средневековой эпохи как мы говорим применительно к определенному матерского времени а христианина который живет здесь и теперь который живет в эпоху посвящения которое и нынче тоже встречается иногда на гидро просторах на этот факт на все это нужна христианская реакция потому что то о чем пишет Сверденборг или те факты о которых говорил в докладе все это присутствует и здесь и теперь это не некая реальность которая ушла и может быть разваливана только в историческом ключе или в ключе каком-то дистанцированном от состояния нашего собственного ума от нашего собственного сознания отсылкой к культурным типам которые воспринимали подсусторонне так или иначе в этом плане кажется что реакция Канта она как раз и воспроизводит адекватный христианский ответ он пишет как уже в другом месте непосредственное знание нездешних миров может быть достигнуто только ценой отказа в чем-то от разума идеи которого для мира идея которого для мира здешнего то есть мы что из этого следует что наш разум он действительно не может не способен проникнуть в эту область и это относится опять-таки не к человеку прошлого не к той или иной культурной эпохе это относится к человеку как таковому если попытаться метафизическую какую-то здесь так у меня сколько осталось? если метафизическую линию здесь какую-то выявить то наверное речь идет о или можем говорить о два термина сознание и самосознание и вот то что фиксируется в сознании как ясное, четкое, определенное тем не менее каким-то странным образом проходит мимо самосознания проходит мимо я которое постоянно капитулирует в отношении содержания того же что содержится в той же самой душе что может быть притом описано и воспринято с пределью почти картезианской ясности и более того то что Сверденборг инженер это нисколько не мешает ему быть духовицей и более того все описание миров с которыми он общается он предельно точно в терминах чуть ли не технических описанных то что происходит вот фиксируется тем самым некая реальность в которой нет ничего реального в которую мы никоим образом не можем проникнуть и поскольку времени у меня уже нет значит эта реакция христианина в чем могла бы быть выражена но вот Виктор об этом начинал говорить и говорил вернее мне кажется что мы здесь более должны подойти к теме христианского смирения в том что наше я вне отношения к Богу вне знания того что есть некая реальность которая охватывает себе все вот для нас совершенно невозможно выдержать то искушение которое нам предоставляет присутствие потустороннего вот сегодняшний семинар очень важен потому что это понятие как будто потусторонний ходит где-то среди нас сейчас и это ощущение мне кажется связано с тем что это действительно наше актуальное бытие бытие нашего собственного я которое обречено на непонимание и Кант что здесь делает он никакого объяснения он не дает он описывает те факты которые непосредственно Сведенбург сам же по сути дела и говорит ничего к ним не прибавляя и не убавляя эта реальность должна быть зафиксирована она должна быть запротоколирована но кроме этого протокола мы не получаем никакого понимания никакого внедрения в ее пределы смысла а выдержать такое состояние да вот выдержать присутствие этой бессмыслицы а одной из силы никуда деваться не можем можно лишь тогда если мы обращаемся к реальности Бога или даже не к реальности Бога а к Богу который в обиду нашего брата не даст ежели мы будем этого достойны так я обращу так я попрошу так я попрошу или подход но я могу сказать вернее не дать его определение потому что как только я попытаюсь дать определение потустороннему я попытаюсь я тут же отхожу от от твоей собственной заявки потому что потусторонний непосредственно который участвует во мне самом да в данный момент поэтому мы можем говорить не об определении чётком да не некая дефиниция а попытка как-то его осмыслить но это не есть дефиниция во-первых потустороннее это есть то что по ту сторону да наиболее радикальным и безнадёжным образом наверное это и то что мы можем не объяснить а только выдержать да в неком таком как бы сказать мужественном ему противостоянии я просто расскажу об этом случае он совершенно не страшный я был в Тайне там на стажировке это было давно или 20-30 я не помню уже сколько назад да и когда я вышел из дома я был у приятеля передо мной упала глыба льда это был март месяц на всю Тайну где-то сантиметров 20 сантиметров это меня поразило я посмотрел наверх и увидел что отвалилась часть карниза такого ледяного который нависал часов через пять я возвращался назад когда я подошел и уже забыл в этом случае когда я подошел к этому месту там обвалилась вторая часть я рядом со мной испугало это меня да привело это меня в состояние некоего кромешного ужаса нет ну по крайней мере озадачило вот состояние этой озадаченности или вот можно пожалеть конечно собеседников так сказать пребывающих на застолье вместе с и вот как раз и отражает существо дела хорошо пожалуйста вопрос ну у меня такой не вопрос а можно реакция на доклад Олега Евгеньевича я действительно согласен вот с этой темой что подустороннее как такое искушение как проверка на нашу крепость которую мы должны выдержать потому что и у меня и у многих особенно в детстве бывали разные случаи когда уже не на уровне слуха а на уровне факта и бытия такого когда и действительно как это что с этим делать потому что кроме как выдерживать ничего не остается потому что попытка объяснить проникнуть туда это уже распад личности что и происходит как мы видим когда люди обустраивают теории по поводу всяких таких происшествий и тут либо нужно это выдержать опираясь на Бога на Христа либо идите в буддизм в нирвану два пути ничто пожалуйста Виктор а можно ли Евгеньевич спросить немножечко прояснить верно ли я понял о том что протустороннее можно охоррекциализовать с точки зрения философии какой такой фразы как бы в одну сторону сознания самосознание самосознание просто для меня как бы один в сознании очень четко фиксируют то что это потустороннее это потустороннее оно фиксирует совершенно четко и точно все это можно описать все это можно представить и даже объяснить причинных цепочек Вот я однажды вышел из той точки, да, пришел в другую. Все это реальное время. Все это реальные вещи. Даже более реальные, чем, может быть, многие другие, с точки зрения их восприятия, да. Они присутствуют как... Но ведь один момент. Для философии, что может быть по ту сторону самосознания? Когда мы говорим о самосознании, мы говорим о том, что я осознаю само себя. Это стремление я замкнуть на самом себе. Для философии, мне кажется, здесь момент. Я не становится для философа формой опыта. Он не фиксирует самого себя как опыта. Ну, вот если продолжать попытки каким-то образом подойти, ну, не к определению, а к каким-то указаниям на природу потустороннего, используя определенное понятие все-таки, да, то это разрыв я. Разрыв внутри самого я. Вот что здесь зафиксировано. Вот есть такой... Есть роман на Кавке «Замок». Почему вот рвется в замок герой? Что ему нужно? Он хочет перейти границу. Он хочет совпасть с собой, да. Он не терпит того, что есть нечто, куда ему не надо соваться. Он не готов вытерпеть, он не готов смириться. Это вот такая фаустовская тема, которая там звучит. А христианин, он может согласиться со своей развоенностью, со своей бедой. Ну, со своими... Да, по цели. Со своей невозможностью. Все-таки, ну, папус, так сказать, доклада в том, как не впустить себя потусторонним, да. Это что от потустороннего спасает аскеза ума. Вот. И, собственно говоря, неслучайно здесь канцисплывает. Это путь и рост. Потому что мы можем задать вопрос. Ну, вот смотрите, а потусторонним там бесконечно возобновляется эргон, оно живет в нашей душе, мы очень можем вспомнить себя в детстве или в вполне взрослом состоянии, когда оно на нас вдохнуло потусторонним. Так вот, так вот, да не будет так, да. А потустороннее надо себя блокировать. Это аскетическое усилие. Куда не надо соваться, и не будет ужаса, да. Оно к тебе не придет, если ты его не пустишь. В конце концов, в этом же дети. Ну да, конечно, если ты выслушаешь разговор цыганки и скажешь, что произойдет завтра, то ты... Да, потому что, да, это действительно распад души, это такая деструкция «я», и в этом смысле. Почему оно все время от века к веку возобновляется, да, или от отказа от своей привилегии мыслить, то есть для философа, да, или в каких-то щелях, провалах христианской веры, а тем более языческой веры. Вот, собственно, об этом, мне кажется, да. Разумеется, поэтому, ну как, как бы сказать, привести к опыту сегодняшнего опыта христианства, да? Эту, эту вещь. Условие, по-моему, на новой европейской такой, да, решенной всякой мистики и архаических, да, включений создать. Вот мы совсем не затронули эту тему, не знаю, что мы живем во время, ну, если взять несколько последних десятилетий. Нас упорно тянет в потустороннее. Мы в него стремимся подрузиться, вглядеться и так далее, да. Мы потустороннее, а потустороннее — это огромная, безбрежная литература, там, кинематограф, да, телевизм, что хочет. Туда направлено осознание очень интенсивно, да, и возле этого что-то стоит. Сейчас я эту тему не разбираю, но вот она особая, очень страшная тема. Елена Александровна, пожалуйста. Ну, Бали, что я хотела сказать то, что вот сейчас как раз звучало, я хотела попытаться сформулировать, как бы, вот я сформулировала, что такое потустороннее. И, ну, вот, извините, если я буду повторять, вот тут как раз по поводу вот этих схемок в начале профессорных Александровича и говорения о том, что вот есть это, 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 а вот есть еще что-то, да, что не укладывается никуда. ни в человечестве, ни в магии, ни в людей, ни в судах. Вот оно вот такое. Так что оно не укладывается, потому что оно вот между лесом. Это какой-то зазор между, между попытками упорядочить сущие и свои с ним отношения. Ведь, если говорить вот сейчас, и тогда можно, допустим, я лучше сначала скажу, утверждение в вопрос. Нельзя ли сформулировать так, что потустороннее возникает тогда, когда искажается, это искаженный способ соотнесенности нашей с миром невидимым? То есть вот есть мир невидимый, да, и человек с ним соотнесен, и мир невидимый с ним соотнесен, так или иначе, и мир ангельский, и мир бесовский, и падший ангел. И он с нами соотнесен, и мы с ним соотнесены. И это так, хотим мы этого или нет. И вот когда эти наши отношения искажаются, а искажаются они, в частности, они, разумеется, искажаются, если у нас сознание становится секулярным, то вот тогда все это как бы дает о себе знать наши отношения с миром невидимым. Не как просто вот пришел ко мне ангел, пришел ко мне бесовый. Я почувствовала, что это искушение. Или вот я услышал голос Бога, или я, не я, Моисей, услышал голос Бога, или святой к нему пришли ангелы. На секулярной почве отношения с миром невидимым искаженные. И тем самым не могут они быть как отношения с ангелами и как отношения с падшими ангелами. Вот здесь, в этом зазоре и в этой искаженности появляется, начинает, ну, оформляться даже, не знаю, можно сказать, возникать, вот ткаться, что ли, да, давать о себе знать потустороннее. Почему оно не вмещается в религию? Опять же, не потому что есть Бог, ангелы, падшие ангелы, и еще кроме этого всего еще какие-то существа невидимые. А потому что религия, она не может схватить до конца наши отношения с Богом и с миром невидимым. Ведь религия — это попытка оформить веру. Вот Шмеман говорит, что христианство — это не религия. Почему? Потому что это больше, чем религия. Потому что вот религия — это мы попробовали оформить наше христианство. Но вот что получилось, то получилось, да. И все равно, как бы она не была близка к истине, да, как бы она не была православна, все равно что-то от Бога мы не смогли вместить в форму, в эту религию. И это что-то остается на наши личные отношения с Богом. Наше личное отношение с Богом — это оставь все и следуй за мной. То есть недостаточно там ходить в церковь по воскресенье, читать утреннее и вечернее правило, ну, помогать, да, давать милостыню. Еще можно привалить в то, что там делает, как христианин. Нужно каждое дыхание, да, да, хвалить Господа. А оно не может хвалить. И тогда даже в жизнь христианина может вполне просочиться вот это то, что не схватывается религией. Теперь, да, по поводу слуха. Вот, как я понимаю, ну, именно поэтому, да, слух, потустороннее живет в слухах. Слух, как мне кажется, опять вот звучали тут, слух, сказка. Вот слух — это не сказка, это не небывальщина. Несмотря на то, что о нем так скептически отзывались. Это он соотнесен с какой-то, так скажем, историей, с чем-то, с каким-то происшествием. Он вполне может быть соотнесен. А тогда, ну, там, мне скажут или я сама себе скажу, а почему же тогда он не подтверждается? А потому что, когда он подтверждается, это значит, что, а вот теперь проверим. И вот мы видим. Так вот попытка или опыт подтверждаемости слуха — это перевод этого слуха, как указание на потустороннее в другую плоскость. В плоскость там доказательную, в плоскость видимую, в плоскость… Вот если ты придешь проверить, действительно приходит умершая мать кормить своих детей или нет, если ты не такой осторожный человек, как Петра Александрович, ты придешь проверить, то ты, конечно, не увидишь, как она приходит. Потому что ты нарушаешь правила отношений с потусторонием, а не другие. Потустороннее — оно на то и потустороннее, чтобы не оформляться вот в эту самую… приход кого-то, кого можно увидеть и всем рассказать, и что, знаете, было это так, пришла-то она в воздухе и так далее. И сколько… А? Сколько? Ну, простите. Ну, еще минуты четыре, пожалуйста. Очень много, да. Вот, спасибо. И еще, вот, к примеру, с Пазолини Олега Евгеньевича, прочистите его примеры со снежным обвалом, да? Не снежным, а с обвалом ледяного гарнита, да. Вот, почему я начала с того, что потустороннее — это наш способ восприятия или способ отношения наш с невидимым. Потому что ведь мы можем по-разному же испугать, совсем не обязательно говорить, что это потустороннее далось бы знать. Можно говорить, что, ну вот, там, за мной охотится не чистая сила, да? Все время она мне проходы не дает. Туда иду, на меня валятся, это они подстроили, да, бесы. Обратные иду, на меня валятся, опять, это они подстроили бесы. Это даже у коммунистов, которые я не могу спросить. Наши шпионы, те же, кто-то… Да, 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 может кто-то в разу, и там пришли, и как раз вашему приходу идут, да? Вредители, вредители. Вредители. Что ты? Ну, это же нависки, или что-то, или что-то, или, конечно, не надо их не ставить. Ну вот, а можно другая наоборот, прямо противоположная. Мир пишет, действительно, не строениями, а бог сторожил, как он сторожил Митю, да, когда-то, Карамасова, так он сторожил Олега Евгеньевича, и не дал вот его в обиду, да? То есть, просто, а почему, ну а чего же они обваливаются? Да они везде обваливаются, везде вообще все обваливаются. И поэтому оно обваливается там, где надо, тогда, когда бог между тобой и этим обвалом ставит преграду. То есть, интерпретаций может быть очень много. А может быть, здесь, это вот то, что звучало, как, кстати, кому моего доклада, что, а может быть, ты в это углубился. Ох, ах, ну конечно, это оттуда, откуда, да неизвестно откуда, а знаете, ну вот, и вот этот вот механизм уже будет двигать нас в сторону того, что в мире живет там не бог, не дьявол, а не кое. И вот поэтому мне кажется, что надо все-таки уточнить, что нельзя говорить, нельзя сводить потустороннее только к отношению живого и мертвого или смерти. Потому что смерть и мертвец, это всегда ведь чья-то смерть и, ну, когда-то живший мертвец, а это именно не бытие, вот что-то неопределенное. Оно обязательно будет безличным. Оно обязательно всегда потусторонне поднимает уход от я бытия или его искажения. Ну вот, наверное, закончено, да? Я еще, знаете, два слова скажу, а там сколько позволите. Что, мне кажется, что вот в 20 веке появляется еще такая вариация на тему потустороннего – психоанализ. Это два слова. Да, это все, что в этой теме. В общем, не может все написать. Вообще, я хотела, на самом деле, говорить именно об этом на примере фильма… Ну, это просто, да, в перспективу, может кому-то выйдет интересно, свой у него появится. На примере фильма от Бергмана «Час лопа». И вот там как раз вроде бы вполне можно интерпретировать как психоаналитические какие-то там, ну, не знаю, опыты, да? Но Бергман вовсе не собирается, да? Хотя использует все эти приемы и готического романа, и просто вот, ну, он пациент там, в смысле, у него клиника вполне может быть заподозрена. Но он оставляет, как когда-то Достоевский оставлял Ивана Громазова вот в этой неопределенности, что же у него была галлюцинация или Бергман приходил. Так и здесь. Он не говорит, что ну да, он просто психически больный или как там интерпретаторы, ну, рецензенты фильма. Ну, вот там тяжелая наша художника, а Бергман к этому всему не сводит. Там вот именно вот, да, что-то есть. Все можно вроде бы объяснить, а на самом деле что-то есть. То есть психоанализ – это попытка вроде рационализировать, а ничего не получается. Все равно туда, в потусторонню все. Хорошо. Вопросы. Значит, у них был вопрос, который мы не засранивали, который, в общем-то, такое изменение потустороннего раскрывает существенно. Наша тяжа, да. Если бы это было просто ужасно. А вот Анна Сергеевна упоминала сладостные улицы. Почему нас туда увлечет? А мы же не просто сталкиваемся, ужасаемся, мы не просто заходим в замок и видим, как там повышится портьера, а мы еще забираемся под стол и рассказываем себе все эти ужасы. Что за это будет стоять? Ну, мне кажется, тяга вообще к тому, что к преодолению, во-первых, тяга к тому, к преодолению ограниченности формы человеческого бытия, человеку не очень приятно, что он всего там 170 и, там, 90 в оплате. Хоробов. Да. Мы имеем в виду самую широкую точку оплаты. Ааааааа. Это очень скромная фута. Ааааа. Это очень скромная фута. Да. вот человеку этого мало и он пытается то есть у него просто мало просто потому что он так задуманный это одно а второе а сладкий почему это почему тянет а почему сладкий потому что сладко когда тебе ты перестаешь уходишь от я бы тебя не может быть потому что я бы тебе это личность у тебя все время теребит и обязан это мне кажется это другое это скорее как оргии ну да или как вот туда там потустороннего можно спросить скажите пожалуйста а солнце можно какой-то ужас потом он просыпается начинать и тоже как-то иногда со слабостным таким членом что уже не приснилось вот на своих сонника что это обозначает когда можно это связать или нет ну или не сонник а то что тебе не хочется расставаться с воспоминаниями об этом сне то есть если бы сон это было чисто там тоже одна из биохимических реакций да ну а спал вспомнил а человек действительно ему свойственным в этот сон смогу погружаться там перебирать может даже касковать по нему или отталкивается и это да один из вариантов как указание на то что все не не объясняется этими сцеплениями чисто там психо биохимиофизическими они и в этом вот стремление к потустороннему невзирая на весь ужас самого потустороннего как раз таки попытки убедить самому себя и навязать самому себе что смерти ты не может быть как бы выстроить отношения со смертью более что ли богатого и действительно оплодевать ее нет ну нет просто смысле того что есть загробная жизнь а нет смерти мне кажется но они всегда предполагают действительно сопричастность тем что выходит за рамки привычной нашей жизни наши формы существует жизнь и оно всегда сопряжено вот с переходом на гурия да поэтому я предлагаю просто чуть-чуть осторожнее что ну если говорить о том что доказать себе что смерти нет это слишком ну хэппи энд и слишком определенно а вот если просто попробовать да чтобы смерть не так тебе угрожала да и не так над тобой властвовала а как бы ты начинаешь с ней на равном вступать в какие-то отношения может быть вот так знаете немножко другими акценты сделал вот да этот сладкий ужас так и начнут туда к смерти да ты вот к ней вплотную приближаешься и в то же время можешь все время выйти из игры в известном смысле да ты всегда боишься умереть а знаете как это вот как смотришь туда вот в деревне сквозь собора да не знаю мне красивый если еще мы поставим минут пять его туда точно прыгнул у меня нет уже сил смотреть с этой выси и выси да вот потому что вот ожидание в смысле выживем быть в ожидании смерти и она у нас вот я тоже обостряется находит задний план а вот здесь ты сам приближаешься к порогу смерти да зная что это не по-настоящему из игры можно выйти и в этом смысле в этом отношении это не определение смерти да но как бы и все-таки мне не сейчас унывать а еще когда-то такое в себе я нахожу это попытка хотя бы в какой-то вот данный момент а победить отодвинуть до снять потому что гадает у другого победа это паузу по лично пронесло и вообще что она не сейчас потому что вот ты уже ты получаешь опыт как ты как туда сейчас войдешь и вы и выше ну собственно говоря это не доставок из косой когда никогда не будете слушать но тогда получается так что сама смерть не выступает не не выступает передовой форме судьбы она не властна над тобой ты власть вот давайте локализовать в этой ситуации эта ситуация снимает ту ситуацию она снимает что руку с косой это двигает да ну наверно так еще и линия александрова пожалуйста ну ладно спасибо теоретизировать я хотел две вещи поговорить не знаю как успею а первую точно успею если мы говорим с вами по поводу того что настоящая почва для существования по ту сторону это слух то я опять обращусь к своей двоюродной бабке Марфе Николаевне потому что она была необыкновенная женщина и она привлекла слух в реальность однажды она была не сумасшедшая ничего вполне себе баба такая обычная русская она ночью одевала некое подобие сауна и ходила по улице это абсолютно достоверно да она приходила по улице и чем она занималась не тем будет помянута очень церковный был человек она подходила к окошкам этих обывателей и стучала и стучала да кто-то поглядывал сверебый мужик и потом с криком помогите а как 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 говорили еще груза темно да потом она потом она да еще поклоны на кладбище замечали они сговорились такие ее подловить они это вооружились взяли эти беданки или двуствовки и пошли на это самое пошли на кладбище а бабка бабка моя Марфа Николаевна ни больше ни меньше как она набила этот огромный там то ли мрамотный крест ну на переплавину забралась и сидела вот и когда это мужики с ружьями это увидели да а они вот оцепенели стояли которые рассказывает мне родная сестра подтверждает полностью полностью на дух не переносила и она бы конечно не спустила ни такого другая вот они стоят совершенно оцепеневшие Марфа Николаевна медленно сходят с креста и начинают к ним так движут да то есть дальше да что дальше дальше раздались какие-то дикие крики звуки всякие можете ли вы вообразить не ошибетесь да вот если штаты промокли это еще ничего не сказало вот они побросали ружья и дёрг понимаете и разбежались вот это а в другой раз она была уловлена я плохо помню но скорее всего она все таки закончила потому что явно подстрелили но так или иначе да вот здесь потусторонняя переходит куда-то пояснился а пояснился хорошо вот это это уже не потусторонняя да здесь уже как-то так по-моему очень жизнеутверждающий что-что по-моему очень жизнеутверждающий да Костя пытается наследствовать после детей а бабке ничего не досталось это в том же чувство чувство ёмое да ну его это скажут не трясет давай мысль давай нет мысли больше не будет а можно после этого как раз ведь мужики решили ее подстрелить наверное потому что они почувствовали потому что да слишком закономерно все слишком часто какая-то есть воля в этом движении какое-то последовательное полномерное движение да конечно да а в тот момент знаете вот если взять нашу русскую поэзию да не попытаться искать вот эту тему потустороннего но она не может полностью отсутствовать потому что потому что ну скажем романтизм это в государственном смысле он тоже это тоже культивированная тема потустороннего и там у Жуковского можно найти и у Кушкина да тятя-тятя наши сети притащили потустороннего там уже да уже есть а вот так сказать апофеоз тема потустороннего это знаменитая на мой вкус так и лучше стихотворение Александра Блока Шаги Командора вот мы его как-то тут с вами слушали когда Олег Евгеньевич там какую тему тогда рассматривали когда было из этого господина оформителя заключительное тему света а? тему света да да там у нас были когда-то мы очень давно лет 20 лет вообще эту стихотвору не разбирали но вот я хочу просто вам его немножко зачитать не знаю все ли оно довольно пространное почему потому что это стихотворение на мой взгляд интересно в частности тем что что вот это опыт того до того что вот есть реальность да она естественно потусторонняя если мы живем в постусторонней реальности мы можем представить себе что есть еще потусторонняя и скажем из постустороннего попытаемся заглянуть как оно и бывает. Когда мы эти слухи распускаем или слушаем, мы в потустороннее пребываем и в потустороннее вглядываемся. А это стихотворение, тем оно для меня и поразительное, и замечательное, что это потустороннее как тотальность. Вот потустороннее все окутало. Все, что происходит, если оно только и выглянет потустороннее, он опять туда нырнет. И в этом его сила, в этом его завораживающая какая-то мощь. Ну вот я буду его напоминать, хоть я его и не знаю, но известно, ведь я же обею с непривычки, но я буду заглядывать в листон. Тяжкий, плотный, за навесу входа, за ночным окном туман, Что теперь твоя постылая свобода, страх, познавший Дон Жуан, Холодно и пусто в темной зале, Слуги спят, и ночь глуха, Из страны далекой, незнакомой, дальней, Слышно пенье петуха. Слушайте, петух запел, ну что ж уж такого, да? Петух трохнул, птица белого и синего пеяния, запевающая в ночи. И вот слышно пение петуха, она ничего не снижает, понимаете? Уже петух туда втянут, да? А потом, какая странная строчка. Что изменнику блаженства звуки, Миги жизни сочтены, Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны. И вот смотрите, как странно, да? Слышно пенье петуха, Что изменнику блаженства звуки. А какие блаженства звуки? Это что? Пенье петуха, блаженство звуки? Ну как это понять? Понимаете? И почему блаженство, да? Как все перевернуто, как все смещено, да? Наслаиваться надо на другое, И вообще все куда-то вот, куда-то проваливается вот в эти самые нити. Это по ту сторону, понимаете? Всякой вот, ну, такой артикуляции смысловой. Чьи черты жестокие застыли, В зеркалах отражены, А Анна, Анна, Сладко ли спать в могиле, Сладко ли видеть неземные сны? Вот, понимаете, здесь вот как, да? Анна, Анна, Это колокол, да? А колокол перемежается с этими, с часами, да? С маятником. И если мы читаем, Чьи черты жестокие застыли, В зеркалах отражены, кто это? Это, конечно, Дон Жуан, Который вот, да, видит Анну. А где он ее видит? Сладко ли спать в могиле. Если в зеркалах отражены жестокие черты, А Анна, Сладко ли спать в могиле, Она же в могиле, да? А он же явно в покоях, Вот там, где плотные тяжкие занавесы у входа, За ночным окном туман. Почему-то он и в могиле, да? И в этом зале. А Анна спит, скрестит на сердце руки. Где она спит? Сладко ли спать в могиле? Так она в могиле или в этой зале? Так она и в могиле, и в зале. Вот все, понимаете, смещается и переходит друг к другу, да? А дальше, как бы, вот этот ужас не вмятится невыразимости перехода одного в другое, да? Ну, то подрастает. Жизнь уста, бесцельна и бездонна, Выходи на битву, старый рок, И в ответ победна и влюблённа В снежной мгле поёт рожок. Всё понятно, да? Если жизнь уста, бездонна и бездонна, Выходи на битву, старый рок, Конечно же, здесь герой вызывает судьбу на поединок, да? Но почему-то и в ответ победна и влюблённа В снежной мгле поёт рожок. Это почему же рожок в ответ поёт влюблённа. Это амут-фати, это любовь, да? Мы знаем, что амут-фати любовь к судьбе, Это любовь к судьбе героя. А здесь в ответ поёт победна и влюблённа сама судьба, да? Так не судьба, да? Ведь влюблена, а влюблён в судьбу герой. Почему-то герой становится судьбой, судьба героем. Вот всё входит друг в друга, И всё куда-то исчезает, да? А дальше будет более чем классический образ автомобиля, да? Ну, как будет страшно. Пролетает, брызнув в ночь огнями, Чёрный, тихий, как сова, мотор, Тихими, тяжёлыми шагами В дом вступает командор. Ну, понятно, да? Пришёл командор, чтобы призвать к ответу Этого нашего самого Дунжуана, да? Ну, а дальше? А дальше вообще опять что-то Всё во всём растворяется. Настя ж дверь из непомерной стужи, Словно хриплый бой ночных часов. Бой часов! Ты звал меня на ужин? Я пришёл. А ты готов? На вопрос жестокий нет ответа. Нет ответа. Тишина. В пышной спальне страшно в час рассвета. Слуги спят, и ночь бледна. А почему нет Дунжуана? Он что, взял за руку шлопарелла и ёру дал? Ну, невозможно для Дунжуана сбежать, пригласив на ужин. Ты звал меня на ужин? Пригласил и слинял, да? Струсил? Ну, это невозможно, да? А что же произошло, да? Да нет никакого Дунжуана. Да нет никакого командора. А может быть, командор Дунжуан? А может быть, Дунжуан командор? Так же, как перед этим, да? Судя победно и влюблённо в Снежный Инглия поёт лошок. Рок ли есть? Дунжуан ли есть? Да? Кто есть кто? Всё взаимно растворяется. В час, заканчиваем. В час рассвета холодно и странно. В час рассвета ночь мутна. Дева света! Где ты, Донна Анна? Анна! Анна! Тишина! Вот бьёт колокол, да? Кто спрашивает? Да? Дева света! Где ты, Донна Анна? Это что? Спрашивает командор, да? После того, как сбежал Дунжуан? Или это Дунжуан её ищет, да? Попробуй пойми. Попробуй разбить её. Мы никакой бессмыслицы здесь не ощущаем. И наконец. Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна Анна в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час. Ну слушайте, а как это Анна встанет в смертный час? Это что мертвяк будет? Вот кто встанет, да? Демон какой-то. И что же? Это тогда всё вернётся в ту сторону, что она встанет отомстить Донжуану, который вдруг окажется жертвой вампира. И что такая тогда Донна Анна? И чем она отличается от Донжуана, который вроде бы её погубил, потому что чьи черты жестокие застыли в зеркалах отражения? Это же Донжуан смотрит, как она спит, скрестив на сердце руки, да? Это же он, жестокий и неумолимый, да? Не дрогнул душой и никакое сострадание и любовь к нему не проникли. А тут Анна встанет в смертный час. Опять всё переходит в другое. Всё оборачивается в противоположность. Вообще ничего нет. Здесь какое-то страшное такое марево, да? Что-то там всё в себя включает, всё в себя растворяет, и ужас какой-то на нас, да? Вот это для меня нахлынувшее потустороннее в известном смысле единственный свой роде опыт, когда вот это само разделение на потустороннее и потустороннее уже не существует, повторяюсь немножко, да? А потустороннее тотальность, да? А потустороннее — это и есть бытие вещей на самом деле. Вот куда затянул нас, да, этот самый Александр Александрович Бог. Причем, понимаете, вот когда мы смотрели этот фильм, там по-своему очень неплохо читал это сихотворение, ну, довольно крупный русский поэт Эдуард Багринский. Ну, его одесский акцент там был, конечно, несколько мечен, но ничего, да? И вот, а вот Багринский, а что такое Багринский? Нас вводила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на Кронштадтский лед и так далее, да? Боевые лошади уносили нас, На широкой площади убивали нас. Вот Багринский, да? И вдруг Багринский, задыхаясь от восторга, от приятия, читает это стихотворение, да? А это же революционный поэт? И вот, и вот, его втягивает это, да? Он совершенно, это, такой, какой-то странный восторг перед потусторонним ощущает, да? И я вот все думаю, а почему для меня это стихотворение так привлекательное, в общем, оно так манючило, так, о, Господи помилуй, их так безумно люблю, да? Это, видимо, видите, я жил, это жил до того, что меня ужастики уже не влекут, да? Мне уже не верится, а когда я читаю вот это стихотворение, да лучше, это, при настольной лампе и попозже, да? Наверное, у меня входит это потустороннее, я вот здесь где-то, да, что-то получаю от собственной слабости, да? Вот оно потустороннее. Выпугал? Прикол. Вот, пожалуйста, по поводу пилы петуха из стороны далекой, дальней, да? Знакомой, дальней. Знакомой, дальней. То есть, получается, петух же поет в реальности, он поет вот в мире, там, человеческом, как бы, да? В утреннем мире. А слышно-то и с этой стороны. То есть, как бы, это даже не то, что смешение получается, а это, как бы, именно уже из потустороннего слышится что-то, от звук, от реальности доходит, так как в нашу реальность доходит от звук из мира потусторонних. Понимаете, где эти самые, да, где жеркала, где эти тяжелые портьеры, ну, туда не должен доноситься звук пения петуха, да? Откуда она доносится, да? То ли, это, в ушах звенит? Ну, нет. Пространства, нет времени. что петух находится в нормальном пространстве, а все остальное действие творится в то же время. То есть петух растягивает потустороннее? Да. И еще эта досказанность, она вообще, по-моему, одно из таких самых характерных, наверное, признаков потустороннего. Недосказанность. Потому что вот, я знаю, все страшные истории и фильмы, там всегда присутствует неясность, недосказанность, размытость. И здесь только... Давайте немножко уточним, не недосказанность, а невозможность сказать, да? Невыразимость. Невыразимость, да. Конечно. И вот Булг играет на невыразимом. Он выражает невыразимое. Ага. Ты больше игреешь. Да, вот тут еще раз употребляется слово «блаженство» из страны «блаженной» из страны «далекой», «незнакомой», «дальней». А потом уже, что изменит у «блаженства» звук? По-моему, все-таки из «блаженной». Тимур, ну что же вы меня слушаете? Ну что вас, показать из страны «далекой», «незнакомой» «дальней»? Давайте использовать. Так, вот блаженство, блаженство вот это, которое отдает инфернальным таким вот и непонятно блаженство. А нельзя ли тут сопряще с тем, что было с опытом восха, когда он тоже, видите, в сады блаженства, в сады наслаждения, там же, видите, блаженство, оно такое, видите, одновременно и адское, и райское. Помните, еще нам пришлось даже ввести слово «ада, рай», потому что, как бы, по-другому не сказали. Только с той существенной разницей, что мы смотрим на этот мир, да, как на какой-то курьез, и мы все-таки не положим на него. А здесь-то пострашнее. Здесь-то мы, здесь-то мы внутри этого, да. Сохранение меня совершенно захватывает, я там, внутри, понимаете, потому что кроме Донны Анны, кроме Дон Жуана, кроме Командоры, еще и Петр Александрович там, понимаете, разгуливая с ними, вот, когда я читаю, да. Вот это вот ужас. Спасибо.